В 2003 году республика ждала большой воды. В отличие от наших дней, на момент 6 марта того года еще были морозы и лежал снег. Жители улицы Махавая находились в режиме ожидания. Вода в их домах было явление привычное. Вот и думали, как будет на этот раз – по колено или по пояс. Последний раз сильный поводок здесь наблюдали в 1997 году. Тогда по улице перемещались на лодке. А вообще, по словам жителей, вода в эти дома приходит каждый год. Вот мебель у нас у стариков какая? Мы ее и не поднимаем. А вот там у сына, вот через стенку он живет, вот там стенка, хорошая стенка. Много за нее заплатили. Раз ее разобрали, два ее разобрали. Здесь отломилась, там отщепнулась. А страховку за это не платят. Страховку платят только за то, что затопило. А пожарные в этом же году тренировались тушить поезда на станции Ковылкино. Чтобы ситуация максимально была похожа на реальное ЧП, придумали легенду. Нападение террористов, опрокидывание цистерны с горючим и сам пожар. Пожарному поезду была поставлена задача ликвидировать возгорание дистоплива на площади 150 квадратных метров. И с последующим охлаждением цистерны. Подразделение пожарного поезда поставили на задачу выполненную оценку. Хорошо. В году 2007 на саранской сцене загорались звезды, а конкретно две. Непрофессиональные певцы в паре с опытными вокалистами пели о чем душе угодно. И тогда это было настоящее шоу. Давай начнем опять сначала, но повторим опять сначала, все шоу только лишь вернуть к тебе нельзя. Оценивала вокальные данные профессиональные жюри во главе с Ниной Марковой. Судя по реакции зрителей, шоу удалось. Уже принимаются заявки на второй, летний вариант конкурса. В 2012 году жители Кадошкина жили без дорог и воды. Чтобы сварить суп или просто попить чай, нужно было рыть сугробы. Вот. Тут же ничего нету такого. Все. Вот. Загребала, заносила. Потом в кастрюлю и на плиту. И все. Вот вся моя система эта. Вот. Вода далеко мне. Мне тяжело таскать. Вот. Насыпала, поставлю на плиту. А в 2017 году моржи Саранска отмечали грядущий праздник по-своему. В ледяной воде. Находилась все время в группе здоровья. И вот там приучилась моржевать, плавать и все. Все того. Мне очень нравится. Когда выйдешь после моржевания, тело начинает гореть, кровь пойдет, вся красная делаешься. На самом деле время не важно. Важно то, что пришел и выступил, преодолел себя каждый раз. Все равно немножко волнительно. Такая вода холодная. Таким был этот день в разные годы. Константин Курбатов. Наши новости. Константин Курбатов.